Пустыня. Безжалостные ее законы. Но и они не смогли помешать людям освоиться в знойном мире бескрайних песков. Изданно использовалась здесь скудная растительность для выпаса от ар. Была создана знаменитая каракульская порода овец, приспособленная к местным условиям. Корабли пустыни. Еще предки их предков видели. Там, где вода становилась союзником людей, возникали города, журчали арыки, цвели сады. Под нами руины города Мерва, существовавшего еще в середине первого тысячелетия до н.э. Воины, нашествия, уничтожение растительных систем не раз несли гибель всему живому. Но в дерзаниях новых поколений жизнь возрождалась. В годы советской власти человек стал шире осваивать пустыню, открывая месторождение нефти, прокладывая газопроводы, линии электропередачи. И, наконец, четверть века назад, положил начало к коренным переменам края. Приступил к строительству Каракумского канала, одного из крупнейших ирригационных сооружений в нашей стране. Есть у туркменского народа пословица. Капля воды — крупица золота. Нетрудно представить себе, какое богатство принес канал на колхозные и совхозные поля. Ныне его водой орошается более 450 тысяч гектаров, на которых выращивается почти половина производимого в республике хлопка, в том числе наиболее ценных тонковолокнистых сортов. Канал пробудил к жизни огромные пространства Земли. Пролегли сотни километров дорог, построены десятки поселков, выросли, преобразились и старые города. Вот один из них — Мары. Порт, возникший в пустыне. Красивый, благоустроенный город с большим будущим. Канал, который носит имя Владимира Ильича Ленина — драгоценность каракулов. Вскоре она росит засушливые целинные земли западной Туркмении. Донесет воды прославленной Аму-Дарьи до Седого Каспия.